Нередко заходя в автобус, видновчане планируют оплатить проезд банковской картой. Способ удобный, да и переплачивать не приходится. Но уже в транспорте они сталкиваются с проблемой. Карты терминал не принимает. Нужно перевести деньги онлайн. Несмотря на незаконность данного требования, ругаться с водителем пассажирам не хочется. Было бы, конечно, удобнее просто взять и оплатить картой, понятное дело, чем постоянно ты минут по пять пытаешься перевести. И там есть и связь, еще не работает. Видным жалобы часто поступают на маршруты 10, 20 и 364. Координатор федерального проекта «Народный контроль» Шевзот Атаев совместно с депутатом Марией Гаевской вышли проверить водителей данных направлений. Выводы неутешительные. Мне только что дали номер при вас. Вот такой номер. К нему привязан Сбербанк онлайн. Личные водители. Куда он принимает оплату? Себе, соответственно, на карте. Это незаконно, потому что не водитель, соответственно, как бы оказывает услугу перевозки, а компания. Перевод на карту водителя не считается оплатой проезда. Тем более, что терминалы на самом деле работают. Этот факт был проверен на нескольких автобусах проблемных маршрутов. Если ты получаешь чек, это твой страховой билет. Получается, если, не дай бог, случается чрезвычайная ситуация, аварийная ситуация, то подтверждение, что ты ехал в этой маршрутке – это чек. Если ты перевел на Сбербанк онлайн, то, соответственно, это не страховой, не гарантийный случай. По закону об организации транспортного обслуживания населения за отказ принять безналичную оплату или отсутствие информации о такой возможности водителю и организации грозит штраф. Обратиться с жалобой можно на сайте компании или через портал Добродел. Александра Столярова, Галина Житкова, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok